Друзья, рады приветствовать вас на нашем канале. Активный отдых с ночевкой под открытым небом в последние годы набирает обороты. И понятно, что для этого требуется соответствующий транспорт. Справедливости ради данный сегмент наполнен множеством интересных вариантов, хотя и цена у таких автомобилей достаточно высока. Вероятнее всего, именно этот фактор становится основной причиной того, что большинство автолюбителей предпочитает создавать дома на колесах самостоятельно. Безусловно, это тоже требует финансовых вложений, но они существенно ниже. Тем более, что в данном случае можно создать действительно то, что будет соответствовать личным запросам. Именно о таком варианте и пойдет речь в данном рассказе. Автор проекта в создании дома на колесах в приоритет поставил не только комфорт, но и показатели проходимости. Поэтому и был взят за основу ЗИЛ-131, который в дальнейшем обзавелся деталями от отечественной газели, а также от иностранных марок. В частности, оптика взята у Hyundai, а для салона некоторые элементы позаимствованы у Opel. Но перед тем, как мы продолжим, не забудьте подписаться на канал, у нас много интересного. Путешествие на своем автомобиле с комфортом – это мечта практически каждого. При этом купить такой транспорт могут не все, так как цена их обычно довольно высока. Тем не менее, есть мастера, которые способны своими руками создать практически из ничего настоящие шедевры. В частности, владелец мощного грузовика ЗИЛ-131 принял решение сделать из него комфортный и практичный дом на колесах. Для этого пришлось немного потрудиться и поискать нужные детали. Тем не менее, все необходимые элементы и оборудование было найдено и в последующем успешно соединено между собой. В итоге автор проекта получил мощный автомобиль, который может проехать практически везде. Но при этом он имеет все необходимое для отдыха и сна, даже под открытым небом. Перед тем, как продолжить рассказ о тюнинге грузовика, стоит также вспомнить и его историю. По своей конструкции он отличается повышенной проходимостью. Его выпуск был начат в 1966 году, хотя сам проект пошел в работу намного раньше. Примечательно, что производство ЗИЛ-131 продолжалось до 2012 года. Кстати, его до сих пор можно встретить как в личных владениях, так и в автопарке коммерческих предприятий. При этом ранее его в основном использовали в вооруженных силах СССР. Между прочим, даже сейчас грузовик значится в наличии в некоторых войсковых частях. Построен он на колесной формуле 6х6, поэтому проблем с проходимостью чаще всего не возникает, за что его, кстати, и ценят до сих пор. Теперь же стоит перейти к самому интересному разделу – непосредственно тюнингу. Как уже говорилось выше, владельцу требовался не просто комфортный дом на колесах, оснащенный соответствующим оборудованием, но и практичный. Причем последнее больше относится к его ездовым характеристикам, а именно внедорожным показателям. Дело в том, что путешествовать автор проекта планировал не только по трассе и близлежащим городам-местностям. Соответственно, именно это и стало причиной усовершенствования грузовика, который имеет повышенную проходимость. Как становится понятно, шасси и кабина остались от ЗИЛа, тогда как остальные детали претерпели изменения. Стоит отметить, что и родные элементы тоже слегка модернизировали, совместив с комплектующими от других автомобилей. Перед тем, как приступить непосредственно к сборке, владелец провел зачистку деталей подвески, чтобы исключить следы коррозии. Также они были продиагностированы на качество, что потребовало некоторых восстановительных работ, хотя они были незначительными, так как ЗИЛ-131 сохранился в достаточно хорошем состоянии. Тем не менее, каждая деталь была прогрунтована и заново прокрашена. Но перед тем, как продолжить наш рассказ, хотелось бы узнать ваше мнение о данном проекте. Нравится ли он вам? Согласны ли вы с решением умельца использовать для создания своего дома на колесах мощный грузовик ЗИЛ-131 с соответствующими конструктивными особенностями, которые в дальнейшем он соединил не только с кузовом от Газели, но и позаимствовал детали от абсолютно разных автомобилей, которые практически несовместимы с советской моделью? Или вы сделали бы по-другому? Напишите, пожалуйста, в комментариях, а мы продолжаем. После того, как основа была полностью подготовлена, умелец перешел к основной части тюнинга, а именно совмещению кузова от Газели, которая оснащена боковой дверью со сдвижным механизмом. Кстати, ее он оставил без каких-либо модернизаций. В целом, она вполне удобна в использовании. Стоит отметить, что совместить шасси и кабину от ЗИЛ-131 с газелевским кузовом было не так и просто. Если последняя как бы была просто зафиксирована специальными крепежами, то с подвеской пришлось повозиться. Тем более, что колеса владелец тоже оставил родные. Чтобы в дальнейшем исключить неприятности, пришлось расширить колесные арки. По сути, их пришлось создавать заново практически с нуля. Тем не менее, совместить их удалось. Также стоит отметить, что кабина, хоть и была оставлена родная, часть деталей на ней пришлось заменить. Так она обзавелась новыми бамперами, которые стали еще мощнее и приобрели совершенно другой формат исполнения. За счет этого удалось придать облику еще больше брутальности, а также подчеркнуть его внедорожный характер. С другой стороны, они выполняют и практичную функцию. В случае столкновения с каким-либо препятствием, сам автомобиль точно не пострадает, как и те, кто будут внутри него. Что касается освещения, то их роль выполняют фары, позаимствованные у автомобиля от корейского бренда Hyundai. Не менее оригинально смотрятся две трубы от выхлопной системы, которые установлены вертикально сразу за дверными картами. Во время сборки особое внимание уделялось тому, чтобы между деталями не было зазоров и люфтов, так как в дальнейшем это грозит серьезными неприятностями. Замаскировать места стыков удалось за счет оригинально подобранной расцветки. Кузов и кабину окрасили в стиле военных авто с использованием сразу нескольких оттенков. Кстати, кузов от «Газели» полностью сохранил свое родное остекление. Как уже говорилось выше, сама задумка заключалась не только в том, чтобы усовершенствовать грузовик, придав ему более современный стиль, но и сделать его максимально практичным и комфортным в плане ночевок и отдыха на природе, а также путешествий. Соответственно, для этого потребовалось совершить радикальные модернизации. Стоит начать, правда, все-таки с кабины, где также предложено несколько интересных новшеств. Во-первых, в глаза бросается отделка из качественной кожи с использованием теплой цветовой гаммы в сочетании с черными элементами, создающими интересный контраст. Центральная консоль установлена от «Опель Омега», тогда как приборная панель оставлена родная – от «Зил-131». Ну и самое интересное, безусловно, заключается в пассажирском отсеке, где и разместилось основное оборудование, которое отвечает за комфорт. Цветовая гамма, использованная для кабины, практически полностью перешла и сюда, хотя бежевого оттенка стало чуть больше. Надо сказать, что смотрится место отдыха поистине роскошно, несмотря на то, что полностью было сделано самим владельцем в гараже без соответствующего технологического оборудования. Итак, что касается оснащения грузового отсека. Здесь установлены два дивана лицом к лицу, которые можно разложить, получив полноценные спальные места. Помимо этого, здесь присутствует раковина, плита, несколько специальных отсеков для хранения кухонной утвари и прочих вещей. Кстати, имеется и кухонная мебель. Присутствует даже микроволновая печь. В целом, в оснащении нет ничего лишнего, но за счет соответствующей отделки и грамотно распределенного оборудования удалось создать поистине роскошную обстановку. В итоге получился довольно оригинальный и необычный дом на колесах, который по праву можно считать уникальным и единственным в своем роде. Автору проекта удалось совместить здесь два практически разных параметра – роскошь и отличные внедорожные показатели. Шасси от ZIL-131 и соответствующее оформление передней части демонстрируют действительно мощный автомобиль, который способен проехать практически везде, что и было приоритетом в планировании тюнинга. При этом внутри дом на колесах полностью контрастирует с внешностью. Здесь в глаза сразу бросается уютная и в некоторой степени роскошная атмосфера, которая никак не сочетается с возможностью выездов на бездорожье и сопутствующие этому виды отдыха. Интерьер больше ассоциируется с путешествием по городам с короткими ночевками в лесу, либо на специальных площадках для кемпинга. В какую сумму обошелся владельцу ZIL-а данный тюнинг – неизвестно. Хотя можно предположить, что она находится в приемлемом диапазоне, так как каких-либо дорогостоящих деталей для автомобиля не использовалось, за исключением кожи внутри и оборудования. На этом наш рассказ об усовершенствовании грузовика ZIL-131 подошел к концу. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь в комментариях вашим мнением по данному проекту. Стали бы вы создавать дом на колесах самостоятельно, использовав для этого абсолютно разные по конструкции элементы или сделали бы как-то по-другому. Понравились ли вам внесенные в автомобиль модернизации? Будет интересно узнать, что вы думаете об этом проекте. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. И всем удачи!